Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ввиду того, что текст тут у нас достаточно объемный получается по сути своей, я его буду читать и давать комментарии. Встречаюсь мужчины полтора года, у него у меня есть дети, только у него маленькие дети. Полтора года, срок достаточно большой, поэтому здесь хочется спросить, а что между вами общего, между вами и мужчиной? На чем вы выстраиваете свои отношения, какой базис? Именно базис. То есть, что является этим базисом, на основе которого вы выстраиваете свои отношения с мужчиной? Что из себя это представляет? В данном случае, это, пожалуй, является, я бы сказал, очень важным моментом. Вот. Потому что, это то, по сути, что могло бы определить ваши, определять точнее, ваши отношения. Если отношения между вами носят такой характер, больше гендерный, то есть, ну, взаимодействие больше, как мужчины и женщины, например, то, конечно, это один момент, одни особенности и одна структура коммуникации. Вот. Если отношения личностные, если отношения выстраиваются на основе общих интересов, общих впечатлений, общего дела, общей деятельности какой-то, то это, конечно, другие особенности и другая коммуникация соответственно. Дальше он был женат за 10 лет, бывшая жена ушла к другому и развелась. Его выставили из квартиры, которую он купил. Зелик не стал, оставил детям. Ну, то, что человек поступил так, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, он это мог сделать. Из каких-то других моментов важно то, что развод и для него, и для вас является психодравмой. И с этой психодравмой нужно работать. Вот. Потому что на человека это влияет, и влияет на это на человека довольно-таки сильно. Поэтому это я прошу вас учитывать, если мы говорим про, ну, вот, про какие-то, скажем так, инвазии, да, извне. Вот. То есть это очень важно, это очень важно, чтобы вы вот этот аспект учитывали. Дальше, да, и тут, конечно, есть некоторое жертвенное поведение. Несколько недель назад младший сломал ногу, его положили в больницу вместе с женой. Несколько дней помогала ее мама со старшим, потом приболела и уехала. Ему прислужили с ребенком в ее же квартире, потому что через дорогу у школы, и его маленькая квартира сдается, а у меня две комнаты, и пока у нас нет такого уровня отношений, чтобы все вместе объединить. Могу вас здесь, конечно, конечно же, понять. Вот. То есть, я понимаю вас и понимаю, что может быть, в принципе, эта ситуация вся в целом вам неприятно. Вот. С другой стороны, есть, на мой взгляд, такой аспект, что, говоря, например, о человеке, вот, ну, просто говоря о человеке, мы должны принимать во внимание то, какой он. То есть, мы должны принимать во внимание его особенности. Те особенности, которые описываете в том числе вы, вот. Ну, вы, дальше, дальше вы описываете эти особенности. Так вот, те особенности и особенности, которые описываете вы, являются особенностями мужчины. Вопрос включается в том, принимаете ли вы их. Вот. Принимаете ли вы эти особенности? Если да, хорошо. А если нет, то на что вы в таком случае тогда рассчитываете? То есть, рассчитываете ли вы, например, на то, что человек, к примеру, изменится? Вот. Рассчитываете ли вы на то, что человек будет как-то по-другому себя вести, действовать с вами. То есть, например, если он не будет, то есть, если он сейчас, например, взаимодействует со своей женой, да, к примеру. Вот. То рассчитываете ли вы на то, что он не будет этого делать в будущем? Вот. Если вы рассчитываете на это, то какие у вас основания и не обманываете ли вы себя в этом аспекте? Потому что есть большая, очень большая вероятность, что все останется, собственно говоря, вот так, как, ну, как есть сейчас. Вот. Что ничего не изменится. И, соответственно, очень важно, чтобы вы отдавали себе в этот отсчет, чтобы вы решили для себя, как вы хотите. То есть, хотите ли вы так жить, например, или если вы так жить не хотите, да, вот, что можно, ну, более чем, можно понять, вот, кто, опять же, решили для себя, ну, как-то вот, подходит вам это или нет. То есть, подходит ли вам такая вот организация быта мужчины или нет. Вот. Дальше. Сам он живет у меня и постоянно слышит, что это неправильно, что чисто у себя проживает. Но, опять же, да, то есть, человек в этом смысле ведет себя в какой-то степени как ребенок, да, то есть, вот, себя не принимает, да, требует от себя, ну, требует от себя, получается, чего-то, да, такой вот, если можно так сказать. Вот. 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 И, опять же, как вы реагируете на это, на то, что он так говорит? Вот. 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 Относитесь ли вы к этому с каким-то пониманием или, наоборот, вы относитесь к этому как-то негативно и вас начинает это, ну, не знаю, не знаю, как-то злить, вот. Вот. То есть, это вопрос к вам. Вопрос к вам. Вопрос к вам. Как вы это воспринимаете? Вот. Просто-просто. Как вы это оцениваете? Именно, именно для, для вас, что значит, вот, такая, такая модель? Такое отношение к себе, скажем так, вот, это очень важно, потому что, если вы сами себе на все эти вопросы не ответите, то, опять же, получается, что вы в некоторой неопределенности находитесь и получается, что неопределенность рождает зависимость. Вот. Ну и, соответственно, зависимость дает ощущение, ощущение того, чтобы вы, как раз таки, вот, вас использовали. Вот. Дальше. Я приходил к ним, он познакомился с Элем, и я себя чувствовал как любовница, так как вот там у него семья и дети, а я для справления нужды. Это вопрос вашего, вашего самооценки и чувства виния. Что здесь вы, как-то, подобно, подобно мужчине, вот, вы берете ответственность на себя, на себя вы берете ответственность за то, что вашей ответственностью вообще не является. Вот. То есть, например, распад их семьи, да, например, какие-то проблемы, трудности, там, допустим, у них в семье, это все у вас не касается, это все является исключительно их проблемой, не вашей. Вот. Но то, что вы чувствуете себя, как вы говорите любовницей, говорит о том, что вы делаете, в принципе, ну, вот, то же самое, что и ваш, ваш мужчина. То есть, вы также на себя берете ответственность за то, вот, что не является вашей ответственностью. Вот. И, само собой, от этого вам, ну, не хорошо, от этого вам дискомфортно, что здесь вопрос, опять же, с одной стороны, вопрос личный границ, с другой стороны, вопрос касается именно того, чтобы вы, значит, ну, как-то принимали и признавали то, чего хочется вам. Вот. Дальше. Так. Они общаются с подитом, слышал несколько раз, но когда меня нет, не знаю, о чем говорят, бывает, приходят рассказывать, что она кто сказала, это сказала, я говорю, зачем ты мне это говоришь, он советует, хочу быть честным. Ну, опять же, опять же, это, судя по всему, вот, такой человек, да, вам нужно определиться со своим отношением к коту. Вот. Окей, мне неприятно это слышать, да, по какой причине. То есть, если меня, если меня это вызывает, например, это одно, вот, если меня, там, не знаю, вызывает ревность, да, и боли и так далее, то это одно. Вот. И, соответственно, в этом случае, если это так, то вам, конечно, нужно работать именно вот с этими самыми рекордными чувствами, потому что это дело не в мужчине. И если человек вам не будет говорить, то чувства ваши, они все равно никуда не уйдут. Вот. Ну, они просто переключатся, там, грубо говоря, на что-то другое и все. Вот. Поэтому здесь не нужно вот в этом смысле быть наивным. Вот. Здесь не нужно быть наивным и здесь не нужно думать, что проблема решится только тем, что вот вам что-то не будут говорить. Вот. Нет. Проблема как раз таки решится, если вы сами признаете это проблемой, да, и будете с ней, вот, опять же, самостоятельно, самостоятельно, будете с ней что-то делать. Вот. Так, так проблема решится. По-другому нет. Так, он, она с ним плохо разговаривает, но так, брака была, он молчит, переживала, что детей обижать будет. Ну, понятно, тут человек, тут человек в своих переживаниях. Вам нужно, опять же, запросить, хотите ли вы помочь ему в этом, хотите ли вы быть с ним в этих переживаниях и так далее и так далее. Вот. Естественно, с привлечением специалистов. Отец ребенок лежит с гипсом, он часто ходит к нему, я просто с ума скачу, она же там. Ну, вот, вы, в данном случае, получается, описываете ревность свою, то есть вы говорите о том, что ревнуете, вот, сходите с ума, например, а в купе, в купе с тем, что вы чувствуете себя использованный, вот, я полагаю, что тут, на самом деле, есть серьезная проблематика, действительно, с самооценкой у вас, вот, и, в общем-то, это является, наверное, одной из основных проблем. Вот. Вот. Правда. Правда. Пока что не совсем очевидно, готовы ли вы с этим работать. Вот. И понимаете ли вы, признаете ли вы, что это проблема? Вот. То есть, если вы признаете, что, окей, да, я ревну, я неуверен в себе, я чего-то боюсь, например, например, то с этим можно, нужно работать, и это, в принципе, решает, ну, в принципе, решает. Вот. А если вы говорите, нет, это, вот, вообще, там, проблема не моя, да, и это всё из-за человека, что, если бы этой ситуации не было бы, то и я бы, там, не парилась бы, не переживала бы, вообще. И так далее. То это другой момент. Тут, это, в этом случае, вы оказываетесь в позиции жертвы. Вот. Ну, потому что вы же сами выбираете этого человека себе, себе в отношениях. Вот. Вот. И тут бы, как раз, очень сильно помогло бы, вот, то, как вы коммуницируете с ним. Вот. Очень бы хорошо и здорово, вот, тут бы это, тут бы это помогло. Вот. 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 Но, пока не понятно, пока не понятно, на чем базируется ваша коммуникация с человеком. Вот. Абсолютно пока не ясно, не ясно на этот момент. Так. Дальше. Она ему отвали, я сама разберусь, он все равно, я помогу, помогает. Пацан говорит, что она меня выгнала, сама не справляется, я помогаю, меня оскорбляет. Хоть говорит, что никогда не вернусь, потому что меня променяли, но об этом говорит много. И что? Вы боитесь, что вас бросят? То есть это страх быть брошенной? Страх быть одной? Или что-то еще? Так. Говорит, все трудности жильем, постараюсь поскорее решить эту проблему. Куплю жилье, где-то будут приходиться, все вместе будем, мне будет проще. Имеется в виду мужчины. Так. Опять же, а к чему вы это? Насчет меня, говорит, что поженимся, но боюсь, что мне жизнь может испортиться, затем бросил, поэтому не спешит. Ну, с одной стороны, мужчина действительно прав, вот, если бы ему нужен был психолог. С другой стороны, как бы, ну вот, он говорит, да, что насчет вас. Вот, что меня здесь смущает, так это то, что как будто бы вы ждете, вот, в своей очереди. Вот. Да, я знаю, что вы сказали как раз таки, как раз о том, что вы на десятом месте, и к этому, я думаю, мы обязательно вернемся хотя бы, потому что вы об этом написали. Но здесь я должен, я должен здесь отметить, что то, что он говорит насчет вас, да, связано с тем, что вы, ну, просто сидите, по сути, и ждете. Вот. Вот. То есть вы ждете, когда он там что-то решит. Вот. Ну, в отношении вас, как бы, во сне, да, и что-то решит. Вот. То есть это же про что? Это про зависимость. Как мне кажется. Ну вот. То есть вы от него зависимы, вы, значит, как бы, ну, доверили ему, вот, в кавычках, свою жизнь, да, там, не знаю, свою судьбу, если хотите. Вот. И все. То есть вы сами как будто бы вот за свою жизнь, да, как будто бы не отвечаете. А на самом деле, на самом деле, только вы за нее и можете отвечать. Вот. За вашу жизнь можете отвечать только вы, больше никто. Вот. Поэтому здесь вот такой важный момент, что вы находитесь как будто бы в зависимости от человека. Понимаете, да? Какая штука. И это, в общем-то, говорит о том, что вам, возможно, тяжело, боязно самостоятельно принимать решение. То есть, то есть, возможно, вы боитесь какие-то решения принять, да, боитесь, может быть, ошибки, боитесь, может быть, чего-то еще и так далее. То есть, это, опять же, вот, то, это то, на что нужно, как мне кажется, обратить ваше внимание. Ну, вот. Потому что, ну, потому что это делает вас, вот, ну, в этом смысле, вот, такой, да, достаточно уязвимый. Вот. И если вы уязвимы, что ничего плохого нет, то вам забольно от этого получается. Хотя о своих чувствах вы в данном случае вообще не говорите. Так. А, значит. Очень ответственный, детей любит, но я чувствую себя использованной вещью, он жертвует всем, переживая за детей. В какой момент, как вы чувствуете себя использованной? Вот. Можете вы этот момент, пожалуйста, прояснить? Потому что где и как, в какой момент вы начинаете чувствовать себя использованной? Вот. За счет чего, каким образом вы чувствуете себя использованной? Я могу сказать, что человек чувствует себя использованным, когда он делает что-то вопреки. Ну, точнее, даже не вопреки, а что-то через силу, то есть через себя, как бы переступая. Вот. Тогда человек чувствует себя использованным, когда он чего-то не хочет, например. Вот. Он чего-то не хочет. А, ну, он это делает. И вот тогда он чувствует себя использованным. То есть вы себя, получается, пересиливаете. Вот. В надежде на что-то. Еще никогда пересиливание себя в надежде на что-то ничего не давало. Поэтому я могу вам здесь с уверенностью сказать, что вы сами себе, ну, сами себе оказываете вред, вы сами себе вредите тем, что делаете что-то через силу. Вот. Так. У меня чувство, что он в той семье, что просто она его не зовет, он и не идет пока. Что-то неуверенность в себе и страх быть брошенным, страх неопределенности какой-то. Вот. То есть базовая история здесь про то, что вы хотите на человека положиться. Вот. Хотите быть уверены. Уверены в нем. Вот. Уверенности он вам не дает. Плюс еще, значит, такие факторы и вам совсем становится плохо. Вот. Вот. Другой вопрос, что при ваших требованиях вот таких, которые, ну, какими бы они ни были, да, они имеют право на существование. Вот. Так вот, при ваших требованиях вы почему-то совершенно эти требования не удовлетворяете свои же. То есть хотите определенности, но сам не принимаете решение. Хотите гарантии, но мужчину выбираете, который сам, может быть, не знает, чего хочет, так далее. Вот. То есть вы выбираете человека, с которым вам, по вашему мнению, может быть безопасно. Но безопасно в тем, с кем вы не построите серьезных отношений. Отношений. Говоря о серьезных, я имею ввиду вот, ну, эммммм. В какой-то гарантии дограла. Вот. Поэтому вот этот вот момент, он в данном случае вот бросается в глаза довольно сильно. Вот. И вам надо решить, что с этим делать. Вам. Это вам нужно решить, что с этим, что с этим делать. Дальше. Так. Как услышать, что мой бывший муж в спаму, когда позвонил, бейся сразу, возле вам стоит, говорит, что вернуть у меня хочет. Короче, все сложное. Как мне пристать чувствовать себя на десятом месте. Ну, для начала, для начала вам нужно об этом рассказать. Что это такое. Что это такое. Вот. То есть как это вот на десятом месте вы себя чувствуете. Именно. Именно как это. Вот. Ну, буквально. Буквально. Как это. И за счет чего вы чувствуете себя на десятом месте. Потому что вы же можете себя так не чувствовать. Вы же можете не чувствовать себя на десятом месте. Правильно. Все зависит от вас по сути. Вот. Вот. А так получается, что вы сами в своей жизни не распоряжаетесь. Ну и вопросы на оценке. Повторюсь тоже. Так. Я рассказал с мужем, потому что он мне изменял в открытую, и гордился этим. Пытался доказать, вот смотри, какое у вас требование. Здесь вы раскрываете только характер. Характер своих отношений с мужчиной. Вот. То есть этот характер, он, на мой взгляд, таков, что вы устраиваете геймерные отношения, тогда как личностные отношения остаются в тюне. Ибо это, ну, достаточно незрелое детское поведение. Ну и помимо того, что измена это психоправма, да, и развод тоже. Помогает он в фильме, мне, конечно, не отказывает, и говорит в открытую, что лучше меня женщина не встретила. И что? К чему это? Но это не значит, что мы вместе должны быть. Это правда, но к чему вы это пишете? Мы сейчас мужчины, говорят, что им не конкурентов. Нет, что я в тысячу раз лучше во всем его жене. Если я решил с ним расстаться, он будет один и к ней не вернет. Я бы сказал, что здесь проблема в том, что мужчина сравнивает вас с своей бывшей женой. Опять же я не понял, к чему вы это написали. Одному мужчину действует, второму шесть. У него сломана кость в четырех местах. Угу. 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 В начале ноября сделали первую операцию, выписали гос. Лангалс опять, поможили второй раз, прооперировали, он не хочет только лежит, заблокировать не может. Они особо не решают еще, чего не решают. Со следующим он может общаться, младший еще маленький. И мне тоже кажется, что он пытается им доказать, что вы меня выгнали, вот смотрите, без меня вы не справляетесь. Это ваши догадки, вам нужно решить, что делаете вы. Мне кажется, что чувства не стихли у них, но можете ошибаться. Это ваша ревность. Говорит вас, что могут так мужчины переживать за детей. Могут, могут, мужчины могут переживать за детей. Может проще, ну проще, нужно относиться, нужно конечно, но решить для себя, как бы, как вы хотите. Хоть он говорит, что она мне будет не нужна вообще, но сейчас он общается с ней, у него есть одно качество, он сам ответственный, не может наплевать во всех делах, так и даже ко мне по отношению к друзьям и знакомым. Это вопрос именно, конечно же, качеств различных, потому что те качества, которые нравятся нам, которые мы считаем позитивными, для разных ситуаций по разному себе себя проявляют. Мы хотим ответственного человека рядом, но когда этот вопрос на человека начинает быть таковым не только для нас, мы начинаем как бы расстраиваться. Вот. Поэтому здесь необходим, на мой взгляд, личностный рост ваш, вот, и изменение глубины коммуникации с мужчиной. Вот. Потому что на данный момент мне кажется, что весьма и весьма поверхностно вы его видите. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать с собой работу, я желаю вам всего самого доброго. Спасибо.